Здравствуйте, это мужская программа, меня зовут Роман Харламов. Задумали продать свой автомобиль? Дело хорошее, но хлопотное. Сделать это быстро можно двумя способами. Сдать автомобиль в счет оплаты новой, либо продать дешево. Но в обоих случаях страдает ваш кошелек. Как продать свой автомобиль и за хорошую цену, будем разбираться сегодня. А каким путем идете вы, когда продаете свою машину? Едете в автосалон, стоите на барахолке или постите свои объявления в социальных сетях? Пишите свои комментарии на моей страничке в инстаграм. За самый дельный совет вы получите незаменимый зимой автомобильный аксессуар. Мой приятель Денис решил продавать свою ласточку еще в сентябре. Но, как видите, ВОЗ и ныне там. Как продавал машину? Пару раз ставил машину на барахолку на выходные. Но денег за станку уже платил, а машину так и не продал. Также подавал объявления в интернете. Но, так как я из Девногорска, мне, чтобы показать машину клиенту, каждый раз приходилось специально мотаться в Красноярск. А это, соответственно, время и деньги на бензин. Машину не продал, а на попытки денег потратил немало. Видимо, несистемно подходил к вопросу. Если человек продает автомобиль самостоятельно, то, как правило, он ездит же на этом автомобиле. И покупатель, осматрив автомобиль, видит, что машина грязная, в ней лежат какие-то личные вещи. Если человек продает автомобиль через автосалон, то машина всегда в порядке. В автосалоне сделают предпродажную подготовку и продадут автомобиль в надлежащем виде. И, кроме того, большинство продавцов автомобилей делают продажу своего автомобиля раз в три года. Специалисты автосалона занимаются продажами автомобилей ежедневно. Соответственно, они знают, как правильно показать автомобиль, предложить его клиенту. А сколько в среднем продается машина? Совершенно по-разному. Бывает, что продается долго, бывает быстро. У нас был случай, когда мы продали машину буквально за три часа, 35-градусный мороз. Продавец очень удивился, покупатель был очень рад. Мы сами даже не ожидали, что бывает такое. Но в среднем машина продается две недели, три недели, вот так. Все зависит от жадности продавца, смотря, какую цену он выставил на продажу своего автомобиля. А тем временем мои читатели в Инстаграм уже делятся своими советами, как они продали свой автомобиль. Присоединяйтесь! Стоит помнить, совершая сделку купе-продажи авто между частными лицами, можно столкнуться с мошенничеством. В последнее время участились мошеннические случаи, схемы, в которых тот самый покупатель может выступать впоследствии, как потерпевший в уголовном деле, что не очень приятно, так и обвиняемый, что более неприятно. Поэтому это касается приобретения краденных автомобилей, это касается приобретения автомобилей, не состоящих на учете вовсе, и различные схемы, которые могут просто невозможно проверить. Поэтому мы рекомендуем обращаться через специальные юридические лица, которые этим занимаются. И еще! Не продавайте автобили в рассрочку, даже под нотариально заверенные расписки или договор. Не хватает денег? Пусть вон идут, берут кредит. Для большинства покупателей подчислиленно приобретать автомобиль в кредит. Как правило, частые милиции и продавцы на авторынке не могут предоставить данную услугу. Конечно же, люди идут в автосалон. Автосалоны сотрудничают непосредственно с банками именно по автокредитованию. В данный момент есть возможность приобрести автокредит без первоначального разноса, без обязательного страхования КАСК. Оценка своего авто проблема еще та. Как правило, мы оценим свою машину гораздо больше, чем за нее дадут. Просто от того, что она наша. А хотите узнать реальную стоимость своего железного коня? Выкладывайте фото своего автомобиля в Инстаграм, не забывайте наши хэштеги, и указывайте год и предположительную стоимость своего автомобиля. Кто, по мнению специалиста, будет ближе к истине, получит от меня приз, билеты на концерт группы. Баста! И напоследок ваш совет. Не продавайте свой автомобиль родственникам, друзьям, коллегам или просто знакомым. Даже и не предлагайте. Даже если ваш автомобиль в идеальном состоянии, он может ломаться, и чаще всего по вине покупателя. В большинстве случаев это будет воспринимать как обман и испортить отношения между вами. Будьте аккуратны за рулем. С вами был Роман Харламов и мужская программа.